Омикрон наступает. По прогнозам замглавы Центра имени Гамалея Дениса Лагунова, к началу февраля Россию ждет волна заболеваемости штаммом омикрон. Так ли это, разбираемся с экспертом Казанского университета. В Центре имени Гамалея назвали сроки подъема заболеваемости омикрона. Заметитель директора Центра Денис Лагунов спрогнозировал рост числа зараженных омикрон штаммом на конец января-начало февраля. На заседании Президиума Координационного Совета по COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Татарстан в числе трех регионов страны, где растет заболеваемость коронавирусом. Напомним, в Татарстане за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразили 103 человека. Неделю назад, 4 января, этот показатель составлял 95 человек. В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта, и за этим внимательно следит президент, могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно. Это по-прежнему самый надежный способ борьбы с распространением инфекции. При этом вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева дала надежду на дальнейшее послабление ограничений. Она также отметила, что в республике пока нет случаев с заражением омикрона. Возможно, дело времени. Новый вариант вируса выявили в ЮАР осенью прошлого года. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему номинование омикрон. Штамм распространяется быстрее других и заражает приболевших и вакцинированных. В России первый случай омикрона зарегистрировали 6 декабря 2021 года. К концу месяца было обнаружено уже более сотни инфицированных. Из-за того, что он достаточно сильно отличается от первых вариантов, иммунитет, который создается после болезни, после вакцинации, против омикрона, работает не так хорошо. Но это не значит, что он вовсе не работает. Эксперт также отметил, что от тяжелых форм заболеваний вакцины по-прежнему спасают. Омикрон в последний месяц атакует спорт по всему миру. Так, на днях стало известно, что континентальная хоккейная лига объявила об отмене четырех игровых дней регулярного чемпионата в связи с стремительным ростом числа положительных тестов на коронавирус. Матчи перенесли на другие даты, о которых будет известно позднее. Тем не менее, в Татарстане ожидают четырехкратный рост заболеваемости ковидом из-за микронштамма. Жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улица Вишневска, 2А, запись по телефону 2-33-300. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова